МВД Абхазии пообещал 1 миллион рублей за сведения об убийце россиянина. Нападение на туристов произошло накануне в Гудаутском районе. Снести нельзя оставить. Запятую поставил Лазаревский суд. В Дагомысе приступили к сносу известного ресторана. Впервые удалось вылезти из долговой ямы и начать работать в прибыль. В муниципальном автопарке подвели итоги за полгода. Два гидроцикла и катер теперь стоят на спецстоянке. Их изъяли в ходе рейда по пляжам Лазаревского района. Итоги пятилетки. Что удалось сделать и над чем придется трудиться новому парламенту. В законодательном собрании края сегодня прошла последняя 65-я сессия этого созыва. Итоги своей работы депутаты подвозили вместе с губернатором. Вениамин Кондратьев приехал в ЗЭСКО. Глава региона поблагодарил парламентариев за плодотворную работу и отметил, совместно с исполнительной властью удалось сохранить экономическую, политическую и социальную стабильность на Кубани. Выросли доходы краевой казны. Бюджет региона по-прежнему социально ориентирован. Депутаты стали авторами и участниками ряда проектов, которые помогли улучшить жизнь жителей края. Нынешний созыв один из самых опытных. Многих из вас я знаю лично и как очень грамотных законотворцев, очень принципиальных людей с позицией, с точки зрения, которую вы не боитесь отстаивать. Я в первую очередь благодарен вам за то, что законодательная и исполнительная власть никогда не были по разную сторону реки жизни. Были в одной лодке. Это, наверное, очень важно. Поэтому и результат, который мы сегодня имеем, это результат нашей совместной работы. Мы четко понимали, что на плечах ответственности нужно было приходить к консенсусу, к решениям. И сегодняшние решения в виде законов, которые и постановления приняты вами, они доказаны жизнью. Нам самое главное удалось сохранить стабильность в регионе. Сегодня край стабилен и определенный дает рост. Мы старались ее выстраивать таким образом, чтобы не заходить в зону ответственности исполнительных органов власти. Но, тем не менее, мы всегда разделяли ответственность перед населением за все, что происходило и происходит на территории Краснодарского края. Мы старались довести до сведения населения, чем занимается власть, какие решения принимает. И, в общем-то, всегда находили понимание. За пять лет многое удалось сделать, но еще больше предстоит. Осенью места в этом зале займут депутаты уже нового созыва. Но работа по всем начатым направлениям продолжится. Сергей Галицкий восстановит символ Краснодара. Владелец торговой сети «Магнит» проинвестирует реконструкцию кинотеатра «Аврора». Детали обсудили на встрече губернатора Краснодарского края и бизнесмена. Проект будет проходить на условиях государственно-частного партнерства. Самое главное, по словам Вениамина Кондратьева, чтобы «Аврора» и после обновления сохранила свое изначальное назначение. Наш кинотеатр, который на самом деле является брендом Краснодара, сегодня он находится в не лучшем состоянии. Мы сегодня можем бесконечно говорить, почему это произошло и какие причины этому способствовали. Но это никому не интересно. Все хотят видеть опять эту красивую «Аврору», этот красивый кинотеатр, который снова будет принимать зрителей. «Аврора» для краснодарцев, а для жителей края – это символ определенной эпохи. Ваш подход может быть много шире того, что было вчера. То есть не просто делать кинотеатр, а киноконцертный зал, который сможет принимать и зрителей в кино, и зрителей на концертные программы. Это будет вот тем еще одним шагом в сторону развития города Краснодара. И для вас тоже очень такой серьезный шаг. Я еще раз подчеркну, что нам очень важно, принципиально важно, чтобы «Аврора», кинотеатр «Аврора» не превратились в сети ресторанов, которые будут находиться внутри каких-то там заведений непонятного толка. Это не коммерческий проект, но я хочу к нему подойти так, чтобы визитная карточка города, осталась визитная карточка города, и мы и гордились. Мы предупреждаем сразу горожан, что, наверное, год у нас займет проектирование и все прочее, потому что мы хотим лучших архитекторов пригласить, которые внутри это все будут делать. Мы должны выбрать правильные материалы, чтобы, скажем так, точка в точку соблюсти все, что было снаружи, потому что это очень важно. Мы все-таки не должны быть людьми, которые за собой все разрушают. Внутри, конечно, мы сделаем максимально красиво, максимально комфортно, максимально современно, чтобы горожанам было приятно, и чтобы они могли гордиться тем, что они внутри увидят. Самый известный кинотеатр в Краснодаре. Третий год стоит за забором с разбитым фасадом. До такого состояния «Аврору» довели строители, которые занимались реставрацией здания. В мэрии договор с недобросовестным подрядчиком расторгли. Для Сергея Галицкого это уже не первый социальный проект в кубанской столице. Бизнесмен создает в городе новый парк на площади 17 гектаров рядом с футбольным стадионом. На открытие первой очереди в сентябре предприниматель пригласил Вениамина Кондратьева. Мы партнеры, которые сегодня не раз доказали, что у нас самый главный дивиденд – это развитие экономики региона, Краснодара, рост благосостояния людей. Это самое главное, наверное, что сегодня стоит во главе угла и вашего бизнеса, конечно, и нашей работы. Вы на самом деле социально очень ориентированная компания, безусловно. Не каждый сегодня тот, кто может сделать город красивым, в том числе и из бизнесменов, это делает. А вы это делаете. Во время обсуждения с губернатором подробностей реконструкции кинотеатра Сергей Галицкий рассказал, что в порядок также приведут и прилегающую к Авроре территорию. Для этого специально пригласят ландшафтных дизайнеров. Помимо этого, компания-бизнесмена уже в октябре запустит завод по производству шампиньонов в восточной промышленной зоне Краснодара. Там должен появиться промышленный парк. Еще две производственные линии начнут работать в следующем году. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. МВД Абхазии пообещал 1 миллион рублей за сведения об убийце россиянина. Нападение на российских туристов произошло накануне в Гудаутском районе. На две семейные пары из Москвы напали грабители, вооруженные огнестрельным оружием и ножом. В результате погиб один из россиян, сообщает ТАСС. За достоверную информацию о месте нахождения преступников МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, говорится в заявлении правоохранительных органов. Расследование дела об убийстве российского туриста под личный контроль взял президент Рауль Хаджимба. Операции по поиску грабителей руководит глава абхазского МВД Аслан Кобахия. Хаджимба уже посетил место преступления. Как сообщает государственное информационное агентство «Обстный пресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, из-за совершенного преступления президент отменил свою поездку в Адыгею. Спасателя эвакуировали туриста с высоты более 1700 метров. Для этого пришлось задействовать вертолет. В спасотряд позвонил руководитель туристической группы и сообщил, что один из участников похода получил травму ноги. Предположительно, перелом голеностопа продолжит путь самостоятельно он не может. Группа находится в районе Белореченского перевала. Это Фиш-Таштеновский массив. Спасатели на вертолете вылетели за пострадавшим 33-летним жителем Абинска. Экипажу удалось посадить вертолет на ограниченную площадку в районе перевала. Спасатели транспортировали пострадавшего на носилках на борт, после чего доставили в Сочи. Там пострадавшего передали врачам скорой. Из Сочи в Ростов-на-Дону будет ходить двухэтажный поезд. В первый рейс из Ростова он отправится 13 сентября, сообщает пресс-служба РЖД. Поезд будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту продолжит ходить одноэтажный поезд. Состав будет отправляться из Ростова-на-Дону в 20.55 и прибывать в Адлер в 8.42. Из Адлера поезд будет выходить в 19.50 и прибывать в Ростов в 7.16. В составе поезда двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ. Также есть штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для его сопровождающего. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1199 рублей. Продажа билетов открывается за 60 суток. Снести нельзя ставить. Где поставить запятую уже решил Лазаревский суд. В Дагомысе приступили к сносу известного ресторана «Амати». Причина в документах, согласно им, срок аренды земельного участка закончился еще в 2012 году. Объект возведен самовольно, а право собственности аннулировано. О недолгой игре «скрипки» так заведение прозвали местные жители в материале Татьяны Говорковой. Последний раз этот ресторан принимал гостей три месяца назад. И это несмотря на то, что объект был уже официально отключен от коммуникаций. «Амати» привлекал множество клиентов не только из-за своего уникального фасада в форме скрипки, но и кавказской, европейской и японской кухней. Да еще и относительно недорогим чекам. Последний раз большие мероприятия у нас проходили примерно в апреле месяце. То есть это весна. И то мы уже были на тот момент закрыты по решению суда. Но от мероприятий отказаться не могли. Выкручивались как могли. То есть мы подключали воду. У нас работал генератор. Мы на данный момент отключены от всего. Земельный участок, на котором сейчас расположен ресторан, был арендован на три года. С 2009 по 2012. За две недели до окончания этого срока между владельцем ресторана и арендатором был заключен новый договор, по которому права собственности перешли новому хозяину в полном объеме. Но согласно кадастровому паспорту, эта территория принадлежит муниципалитету. Причиной обращения администрации в суд стало выявление еще одного нарушения. В решении Лазаревского суда обозначено, что согласно договору аренды территория предназначена для придорожного сервиса. Но появился тут объект общественного питания, что не соответствует свидетельству о государственной регистрации права. Рассмотрев все материалы дела, суд решил признать объект самовольным и постановил, хозяин ресторана должен снести его за свой счет. Хозяева приняли все это дело и с сегодняшнего дня начинают выполнять решение суда. Я понимаю, что здесь была крупная ошибка юристов, хозяев этого ресторана. Поэтому юридические вопросы они будут решать параллельно, если они считают это возможным. А мы будем в свою очередь этот ресторан сносить. Затраты на снос уже составили 10% от затрат на его возведение. Всего же владельцы потратили на строительство ресторана больше 160 миллионов рублей. Начали демонтаж с летней террасы, которую так и не успели достроить. В основном же здании ресторана готовят к вывозу мебель, кухонное и музыкальное оборудование. Ресторан «Амати» проработал всего полтора года. Владельцы, в свою очередь, намерены оспаривать решение о сносе, надеясь, что игра их в скрипки продолжится, но уже по нотам закона. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Еще один детский сад курорта стал красивее и уютнее. В Сочи продолжается активная работа шефской помощи образовательным учреждениям. На этот раз свежим ремонтом может похвастаться детский сад номер 110. Буквально в прошлом году здание заливало дождем. Не справлялись ни крыша, ни окна. С приходом шефов произошли глобальные изменения. Учиться переходить дорогу правильно воспитанники теперь могут прямо во дворе собственного детского сада. Разметку педагоги нанесли недавно, после того, как им сделали новую дорожку. Ремонт коснулся и всего, что есть вокруг. Прогулочная веранда, к примеру, еще недавно напоминала скорее ангар. После переделки стало светлее и уютнее. Художественное эстетическое восприятие детей, что они смотрят на чистое, аккуратное помещение. Им, конечно, уже приятнее находиться в таком помещении. Веранда теперь у нас разноцветная. Детей это привлекает, они больше заинтересованы в играх. К самым масштабным переменам педагоги относят ремонт фасада, замену всех окон, но главное – новая крыша. Теперь маленькому миру детства не страшны ни дождь, ни ветер. Изменения и внутри детского сада. Кабинет изо с легкой руки дизайнеров превратился в пространство эстетического примера. Цвет стен, как и в общем проект дизайна, воспитатели выбирали сами. А вот на кухне обошлись без цветовых гамм. Все просто и стерильно. Теперь повара с ужасом вспоминают время, когда страшно было открыть окно. Окна тоже разваливались, а все. Бывало невозможно было открыть их, потому что боялись, что они сыпались. Решили обновить нам, сделать, чтобы уютнее было. Окна нам поменяли, сейчас более они эффектнее. У нас сетки, чтобы мух не залетали. И теплее стало зимой. Здание постройки начала 80-х годов не просто нуждалось в ремонте. Еще чуть-чуть, и было бы просто невозможно продолжать образовательный процесс. Все изменилось после прихода главы города. Практически сразу были привлечены шефы, которые без отлагательств взялись за большую переделку. Во-первых, очень много сделали. Во-вторых, это делалось совместно. У нас всегда все спрашивали, какого цвета, какого качества вам нужно, что бы вы хотели. В общем, с шефами нам очень повезло. Больно было смотреть на окна вот эти, которые просто заливало водой. Не было крыши. Было очень плачевно. На ремонт детского сада ушло почти 9 месяцев. Пока строители работали над очередным участком, коллектив «Юнги», сообща с родителями, воспитанников, продумывали, какими будут, к примеру, новые занавески. Шефская работа в Сочи продолжается. И именно благодаря такой форме работы детские сады курорта никогда не останутся без свежего ремонта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Итоги своей работы за полгода сегодня подвели на предприятии «Сочи Автотранс». О том, как удалось предприятию выйти из глубокой долговой ямы и комфортно обслуживать пассажиров, в материале Елены Овсециной. Не секрет, что «Сочи Автотранс» был много лет убыточным предприятием. Эти автобусы, взятые по лизинку перед Олимпиадой, и долги по текущим расходам, топливо, запчасти, в конце концов, налоги. Еще и водители чаще работали на себя. Ситуацию пришлось в корне изменить. Была проведена ревизия полностью всей задолженности, были заключены соглашения о реструктуризации, о рассрочке. Буквально в начале года администрации города нам была выделена финансовая помощь. Мы закрыли ряд наболевших вопросов, а именно это долговые обязательства по налогам в бюджет. Банкротство предприятия удалось избежать. Второй месяц транспортники работают с прибылью. Погасили кредиторскую задолженность, создали собственную ремонтную базу, что позволило снизить расходы на сервис в три раза. А это сэкономленные 5,5 миллионов рублей. Общая же экономия предприятия составила 93 миллиона. Некоторые маршруты были оптимизированы, меньше расходовалось топливо, и водители стали получать достойную официальную зарплату. Мы вынуждены были расстаться порядка с 60-65 самыми недисциплинированными в этом плане водителями. Пригласили новых водителей с территории города Сочи. Жителей Кубани пригласили Краснодарского края нашего. И это позволило нам очень серьезно увеличить выручку в конечном итоге. Порядок на линии отмечают и сами пассажиры. Положительные моменты в изменении маршрутных сетей и расписании автобусов. Тем, кто пользуется услугами общественного транспорта, важно оперативно и комфортно добраться в пункт назначения. Прекрасная функция, конечно, наличие кондиционеров. Большие автобусы, вместительные. Намного лучше. Кондиционер работает чисто в автобусе. Кондуктор обелечивает. Очень удобно. По крайней мере, ехала, места свободные, приятно. Так что спасибо за обслуживание. Только в муниципальные автобусы можно удобно зайти или выйти с коляской. Оборудованы они и для маломобильной группы граждан. В тестовом режиме работают кондукторы. С теми людьми, с которыми нам удалось сегодня пообщаться, нареканий в Одессе предприятия Сочи Автотранса не было. Все отмечают большие изменения, произошедшие за последний год. И в первую очередь, это комфортные условия в салоне, наличие кондиционера, что, безусловно, для Сочи в летние жаркие дни актуально. Елена Авсевс, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Проблемы экологического просвещения, биологической безопасности на территории Сочи и вопросы сохранения природного историко-культурного наследия вплоть до 2030 года обсудили сегодня на заседании очередного экологического совета. Чтобы бережно относиться к природным богатствам, в гражданах необходимо воспитывать правильное сознание и ментальность, уверены члены Сочинского экологического совета. Вместе с тем специалисты отмечают, многие сочинцы стали другими. Их мышление изменила Олимпиада. И все же актуальной в городе остается тема экологии и экономики. Просвещать, как показывает статистика, сегодня необходимо руководители местных предприятий, многие из которых игнорируют соблюдение природоохранного законодательства, тем самым нанося ущерб городскому бюджету и экономике курорта в целом. В городе работают зарегистрированные более 40 тысяч юридических лиц. Это предприятия различной формы собственности. И каждый из них должен вносить плату за негативное воздействие в бюджет Краснодарского края. Эту плату по итогам 2016 года внесли только 3,5 тысячи предприятий. То есть меньше, чем десятая часть. Бюджет города получил в результате 30 миллионов рублей, а мог получить, если мы с вами посчитаем, на вскидку сумму примерно в 5 и более раз больше. Предприятия-неплательщики, как известно, облагаются штрафом в результате проверок, которые проводит Министерство природных ресурсов Краснодарского края. В целом задача членов экологического совета убеждать горожан, что дело сохранения окружающей среды – это общее дело. Что же касается заседания совета, то это не просто разговор общественников, а поиск реальных решений, имеющихся эко-проблем. Многие предложения, отмечают специалисты, сегодня реализованы и заметны в повседневной жизни Сочи. В Сочи подготовят к выпуску в дикую природу 5 котят-леопарда. Специалисты считают, что их нельзя отпускать в той же зоне Кавказского заповедника, где уже обитают три леопарда, чтобы на одной территории не жили близкородственные особи. Сейчас к выпуску в дикую природу готовят 5 котят, родившихся в прошлом летом. По оценкам специалистов, через год животные овладевают навыками охоты и будут готовы к самостоятельной жизни вне вольера и без присмотра матерей. Поэтому очень важно к 2018 году завершить работу по подготовке новых зон выпуска леопардов с хорошей кормовой базой и обширной территорией. Соглашения о создании новых зон выпуска были подписаны в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. К реализации программы подключились все регионы исторического ареала переднеазиатского леопарда в России. На этих территориях созданы рабочие группы, которые занимаются повышением статуса земель, восстановлением кормовой базы и экологическим просвещением местного населения. Разбивать отрасль сочинским чаеводам помогут ученые. Об этом сегодня стало известно на выездном заседании комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству городского собрания Сочи. Оно прошло в Институте субтропических культур. Сегодня представители сразу трех чаеводческих предприятий – Мацеста, Салхаульский чай и Объединение Краснодарский чай – подписали договоры о долгосрочном сотрудничестве с Институтом садоводства и субтропических культур. Цель – помощь в оценке качества плантаций, готовой продукции, подбор систем удобрений и прочее. Подключена наука для того, чтобы не только мы говорили просто о рекультивации старых чайных плантаций, но закладки новых, внедрение новых технологий поворачивания чая. То есть комплекс программ, которых нам удалось сдвинуть с мёртвой точки, есть конкретные программы, есть конкретные люди, есть конкретные научные руководители, которые занимаются этой проблемой. Вот сегодня мы на совместном выездном заседании комитета городского собрания и будем рассматривать эти вопросы. Мы хотим услышать науку, мы хотим услышать наших учёных, ведущих, как они видят развитие чаеводства. И при этом услышать директоров совхозов, специалистов, которые реально работают на земле, как это соединить. В конце июля исполнится ровно год со дня принятия краевого закона о чаеводстве, благодаря чему выделено около 30 миллионов рублей в виде субсидий на реконструкцию чайных плантаций, организована чайная ассоциация. Задачу сегодня отметили на выездном заседании комитета по селу агропромышленному комплексу и предпринимательству городского собрания Сочи повышение качества и объёмов производства чая. Для сравнения, в 90-е годы в Сочи собирали более 7 тысяч тонн листа, а сегодня всего чуть более 340 тонн. Два гидроцикла и катер. Такая техника теперь стоит на спецстоянке. Её изъяли в ходе рейда по пляжам Лазаревского района. Правила стоянки нужно соблюдать даже на воде. Пляжи Лазаревского района стали объектом проверки, а именно технические зоны для катамаранов, катеров и гидроциклов. В разгар сезона отдыхающих на пляжах много, а немалые услуг, которые им настойчиво предлагают. Это и поездка на банане, и прогулка на катере, и виражи на скутере. Однако всё это должно быть безопасно для купающихся. По итогам прошлых лет известны случаи смертельного травмирования ныряльщиков. Поэтому техника должна быть изолирована от зоны для купания специальной маркировкой. И выезжать из этой зоны на глубину можно только на малом ходу. Ежедневно все пляжи патрулируют сотрудники мэрии и госинспекции по маломерным судам. Если выявляют нарушения, то привлекают полицейских. Те составляют на владельцев катеров и гидроциклов протоколы. Они заплатят штраф, да, и впоследствии где-то, как правило, это один месяц или два месяца по срокам, им эта техника будет возвращена. То есть в конце уже курортного сезона таким образом происходит борьба с незаконными техническими зонами. У нас уже есть перечень основных нарушителей. Мы этот перечень направили официально в УВД, в прокуратуру города Сочи. И теперь ежедневно будем заниматься тем, что будем пресекать эти правонарушения. К слову, штраф, который грозит нарушителям, немаленький – до 100 тысяч рублей. Вообще же по правилам управлять катером или гидроциклом должен только человек, имеющий права на маломерные суда. Катание отдыхающих без инструктора категорически запрещено. И в завершении информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь». Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...